МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Грудно+. В студии Александр Латынин. Сегодня в нашем выпуске. Впервые в истории в Грудненском ледовом дворце спорта завтра открывается выставка промышленных товаров в китайской провинции Ганьсю. Шедевры из одного из самых сложных материалов. Готовые работы мастера представили на закрытии второго пленера скульпторов по камню. В Грудно возобновил свою деятельность серийный вор автомобильных номеров. Наша съемочная группа выясняла, как защитить свой транспорт. Все товары со скидкой 50%. В воскресенье в стране, в том числе и в Грудно, пройдет единый день скидок. Дороги, которые мы выбираем сами. На выставке грудинского художника Андрея Стурейка можно поразмышлять над ситуациями жизненного перепутья. Завтра, 23 августа, в Грудно открывается первая выставка промышленных товаров китайской провинции Ганьсю. Сегодня с самого утра в ледовом дворце спорта нашего города полным ходом шли подготовительные работы. Участники экспозиции обустраивали выставочные площади, выкладывали привезенную продукцию. Продемонстрировать свои достижения в областной центр приехали около 50 предприятий и 80 предпринимателей. Всего будет представлено более 300 наименований товаров. В частности, биологические добавки, лекарства китайской традиционной медицины, продукция высоких технологий, высококачественная сельскохозяйственная продукция, сельскохозяйственные приборы и техника, а также энергосберегающие приборы. Мы приглашаем всех жителей города Гродно и предпринимателей в том числе посетить КНР, провинцию Ганьсу с туристической целью, с целью инвестиций. В числе соорганизаторов выставки Министерство торговли нашей страны, Комитет экономики Гродненского облсполкома и Белорусская торгово-промышленная палата. По итогам мероприятия планируется подписание договоров о сотрудничестве в различных сферах. Одежда, обувь, детские игрушки, товары для дома и многое другое со скидкой о 10% можно будет приобрести в крупных магазинах нашего города в воскресенье 24 августа. В Единый республиканский день скидок многое торговое предприятие совместно с поставщиками организовывают продажу товаров по сниженным ценам. В торговой сети города будет представлено более 700 акционных позиций промышленной продукции. Покупатели смогут приобрести непродовольственные товары со скидкой от 10 до 20%, а в некоторых магазинах и вовсе за полцены. Так, например, в процентном соотношении при совместной уценке на товары легкой промышленности цены будут снижены от 17 до 45%. В денежном выражении можно будет сэкономить от 40 до 600 тысяч рублей. Поскольку наше предприятие является одним из крупных торговых объектов Гродненской области, мы тоже решили не остаться в стороне от проводимого единого дня скидок республиканского и к нему тоже присоединились. Так, вот, 24 августа у нас можно будет приобрести в единственный день скидок очень много товаров как легкой промышленности, так и любых других направлений со скидкой. Например, можно будет приобрести пальто со скидкой демисезона до 600 тысяч. Минимальная скидка будет в районе 40 тысяч. Сегодня завершился пленэр скульпторов по камню, который на протяжении нескольких недель проходил под Гродно. Участники планируют из своих работ создать в городе парк скульптур. Камень Перуна, ангелы-сеители, работа сотворения Гродничины. Все скульптуры уже завершены и ждут одобрения гродницев. В пленэре участвовали профессиональные мастера из нашей страны. А тема в этом году звучала как «Гродно, прошлое и современность». Какие страницы истории вызвали наибольший интерес у скульпторов, расскажет наш корреспондент. Сегодня завершен второй пленэр скульпторов, который несколько недель проходил под Гродно у деревни Пушкари. Его организатор, известный гроднинский художник Владимир Пантелеев, сумел пригласить пятерку именитых минских резчиков, камня, коллег по Белорусскому союзу художников, чьи работы уже давно известны не только в Беларуси, но и за рубежом. Мы наблюдали за ними в процессе работы. Талантливые люди упорно покоряли твердый гранит и на глазах буквально рождались очертания их будущих произведений, которые украсят наш город. С утра приезжали в полуосьмого уже здесь и до восьми вечера, ну, с перерывом на жару, на, так говорится, когда плюс 35, у воды были. А так работали. Тяжело, пыль тут и так далее хватало. Ну, вот справились. История нашего древнего города в современной интерпретации. Так, коротко можно сказать о скульптурах, рожденных руками талантливых людей. Они все разные, каждая индивидуальна и интересна по замыслу. В принципе, ведь и тема была не случайно выбрана. Минула и сучастность Гродно. Ну, и речь шла о том, что работы будут установлены в Каложском парке. Потому что, понимаете, я неоднократно, допустим, слышал, что это красивейшее место, наверное, самый исторический холм, и он, в принципе, пустой, понимаете. Он немножко пустой. Вот. И поэтому вот эта вот идея родилась, чтобы скульптуру установить в Каложском парке. На закрытие пленэра прибыл и новый председатель Гродненского горосполкома Мячеслав Гой, который, знакомясь с работами, отметил, что камень символизирует вечность, от него всегда идет положительная энергия. Эти произведения искусства, рожденные на пленэре, сделают Гродно еще краше. О горожанам стоило бы запомнить именно авторов гостей из Минска, показавших своими творениями любовь к нашему городу. Иван Артемович, Артем Медведев, Игорь Зосимович, Алексей Сорокин и единственный в их обществе женщина-скульптор Екатерина Зонтария. Приглашайте сюда еще больше участников. Мы обеспечим всем необходимым материалом, условиями работы, малой механизацией и всем-всем, что вы пожелаете. Условия быта и работы. Спасибо еще раз большое вам. Работники культуры города сделали закрытие пленэра запоминающимся, а мэр Гродно торжественно вручил каждому творцу почетные дипломы. В свою очередь, все участники пленэра в знак благодарности за хорошую организацию их работы преподнесли и свой коллективный подарок – памятный специальный знак из гранита, который теперь всегда будет напоминать о том, что в 2014 году Гродно был объявлен культурной столицей Беларуси. По замыслу авторов, его вмонтируют в брусчатку одной из пешеходных зон исторического центра. А все скульптуры, созданные на пленэре, станут новыми символами городской среды, куда будут приходить влюбленные и фотографироваться молодожены. Алла Ночко, Сергей Печерица, Новости, Гродно+. Фестиваль «Августовский канал» в культуре трех народов впервые в этом году пройдет в двух странах – в Беларуси и Польше. В нашей стране фестиваль народного творчества состоится в эти выходные – 23 августа в районе Шлюза, Домбровка. В этот день на августовском канале встретятся исполнители коллектива художественной самодеятельности белорусских, польских и литовских национальных объединений Гродненской области. Состоится праздничная церемония открытия фестиваля с участием лучших артистов Гродненского района. Состоится выставка продажей изделий народного творчества. Будет работать выездная торговля. Планируется организовать разнообразные спортивные соревнования, мастер-классы по ремеслам, намеченная и вечерняя танцевальная программа. Одновременно со своеобразным фестивальным закрытием официального летнего сезона на августовском канале в Домбровке Гродненский район отметит и районные дожинки 2014. Состоится праздничное шествие хлеборобов, церемония вручения премий победителям уборочных соревнований. СПК продемонстрирует специально изготовленные из муки нового урожая, караваи и праздничные снопы. Состоится конкурс на самое оригинальное праздничное подворье. В этот день будет организовано дополнительное транспортное сообщение Гродно-Августовский канал. На следующий день, 24 августа, фестиваль перешагнет границу и пройдет также в Польском Августове. О защите автомобильных номеров могут позаботиться только сами владельцы транспортных средств. Правоохранители рекомендуют устанавливать во дворах камеры видеонаблюдения. С начала года в Гродно произошло 170 серий краж автономеров. Последние на прошлой неделе. Злоумышленники не выбирают регистрационные знаки по состоянию или удачному стечению цифр. Крадут те, которые легко вытащить из рамки. Тему продолжит Евгения Филиппова. Проблема хищения номерных знаков по-прежнему является актуальной для нашего региона. Порядка 170 случаев кражи автомобильных номеров зарегистрировано в Гродно с начала текущего года. Последний раз с подобным правонарушением милиционерам пришлось столкнуться две недели назад, когда жертвами преступных махинаций стали более 20 автовладельцев. Стражи правопорядка всерьез обеспокоены этой проблемой, однако выход из ситуации они все же видят. Мы сегодня предлагаем ряд других, на мой взгляд, очень эффективных способов и методов профилактики. Это опять же начнем с того же видеонаблюдения. Вот работая над проблемой профилактики, мы предлагаем гражданам оборудовать многодажные жилые дома и одновременно придомовую территорию системы видеонаблюдения. Почему, на наш взгляд, эта мера очень эффективная? Ну, во-первых, как показывает практика, пусть немного, порядка 60 домов таких оборудовано, но, как показывает анализ преступности, значит, вот именно из этих домов и с прилегающей территории, в том числе такого вида правонарушения, о котором мы сегодня ведем речь, у нас не зарегистрировано. В основном жертвами краж становятся граждане, которые стараются ставить свой транспорт поближе к дому. При этом некоторые из них имеют места на платных автостоянках. К слову, установка системы видеонаблюдения во дворе многоэтажного жилого дома обойдется примерно в 300 тысяч рублей с одной квартиры, а за восстановление регистрационного знака его владельцу необходимо будет заплатить в два раза больше. Стоит учитывать и тот факт, что возобновление автомобильного номера требует не только денежных затрат, но и доставляет некоторые неудобства по переоформлению документов, на которые может уйти не один день. Те, кому судьба номерных знаков не безразлична, заботятся об их надежном креплении. Ну а заложникам беспечности ничего не остается, кроме как надеяться на случай. Евгений Филиппов, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+. С 25 августа и по 5 сентября ГАИ в Беларуси проведет специальное комплексное мероприятие «Внимание, дети!». В госавтоинспекции отмечают, что сейчас дети возвращаются из лагерей и деревень, где отвыкали от интенсивного транспортного потока. Задача всех участников дорожного движения быть максимально внимательными к несовершеннолетним. В этот период инспекторы будут следить за обязательным включенным ближним светом фар днем, за пропуском пешеходов на пешеходных переходах, соблюдением правил парковки и перевозки детей в автомобилях. Родителям рекомендуется следить за детьми и не оставлять одних на проезжей части. С 1 сентября для обеспечения безопасности сотрудники ГАИ Гродно в утреннее время будут дежурить возле школ. Все автомобили, припаркованные возле школьных территорий с нарушениями правил остановки и стоянки, будут эвакуированы. Если ребенок до 12 лет едет на переднем сидении без детского кресла, а также сзади сидит на коленях у непристегнутого ремнем безопасности взрослого, водитель заплатит штраф до пяти базовых величин, что в эквиваленте составит до 750 тысяч рублей. Такое же наказание предусмотрено за непропуск пешеходов на пешеходных переходах. Философскую тему жизненного пути человека поднял автор выставки «Дороги, которые мы выбираем сами». Персональная экспозиция гродинского художника Андрея Стурейки представлена в арт-галерее Крыга. Автор размышляет над символичными ситуациями, когда человек оказывается на перепутье, и то направление, которое он выбирает, и станет определяющим его жизни. Выставка посвящена матери и брату художника, которые ушли из жизни в этом году. Сюжет Юлии Косила. Плывем ли мы по течению жизни или стоим на перепутье? О судьбе и о жизненном пути, который каждый человек выбирает для себя, попытался рассказать в своих картинах гродинский художник Андрей Стурейко. Экспозиция под названием «Дороги, которые мы выбираем сами», скрывает в себе глубокий философский смысл, ведь, как считает художник, каждый человек рождается свободным, а в течение своей жизни уже выбирает, по какой дороге пойти. Все картины метафоричны, и воспринимать их буквально было бы ошибкой. За каждой скрывается та или иная жизненная ситуация. Работа имеет свое название. Я хотел бы, чтобы, прочитав название, зритель, ну, немножко включил свой голый ум, мысли, и постоял, порассуждал сам собой или с друзьями, с товарищами на ту или иную тему. Не тему, а на то или иное название работы. Ведь все эти, здесь я просто показал дороги, какие могут быть часть этих дорог, часть пути, который может быть у человека. За краткими названиями работ, на дно, в никуда, на перекрестке, зритель может узнать ситуацию, которую он, возможно, уже проходил в своей жизни. Андрей Стурейко оставил каждому возможность для фантазии и ассоциаций. Все работы – это неформальные композиции, абстракция в декоративном стиле. Но, несмотря на это, остановившись у любой из картин и немного поразмыслив, можно увидеть скрытое послание автора. Например, загадкой картины «Сквозь» Андрей Стурейко решил с нами поделиться. Я смотрел на нем, он был огромный, такой неогромный, а густой-густой туман. И сквозь туман вылетали птицы. Ну вот, вот она сквозь. И вот эта вот паутина, которая, набросок паутины, она как придает трудность через что-то выходить. Через что-то выходить, сквозь пробираться, что-то. Вот они как птицы эти запутавшись немножко, как все эти запутались. И вот так человек тоже преодолевает трудности. Как рассказал Андрей Стурейко, тема выставки появилась у него около двух лет назад, но воплотил он ее буквально за последние несколько месяцев. Увидеть экспозицию дороги, которые мы выбираем сами, можно в галерее Крыга до 2 сентября. Юлия Косила, Сергей Печерица, Новости Гродно+. Еще больше информации вы всегда сможете найти на нашем сайте www.grodnoplus.tv.by Я передаю слово моей коллеге Анастасии Бояренцевой, которая расскажет о новостях спорта. Спасибо, что вы с нами. Приятного вечера. Динамо с счетом 2-0 выиграли португальского национала в первом поединке плей-офф Лиги Европы. Победив с разницей в два мяча, динамовцы с хорошим настроением отправляются на гостевую встречу. А ранее футболисты Солигорского шахтера играли в Эндховене против голландского ПСВ и уступили с минимальным счетом 0-1. Ответные поединки за право выступить в групповом раунде белорусские команды проведут 28 августа. Российские футбольные клубы в первых матчах раунда плей-офф Лиги Европы не смогли добиться побед. Московский локомотив под началом белорусского тренера Леонида Кучука не справился с кипрским Аполлоном 1-1. Еще один московский клуб «Динамо» сыграл в ничью с другим представителем Кипра «Аммонией-2-2». Футболисты Ростова, в составе которых играет белорусский полузащитник Тимофей Калачев, проиграли турецкому трапзаспору 0-2. А Краснодар, который тренирует белорусский специалист Олег Кононов, уступил с минимальным счетом 0-1 испанскому клубу «Реал Сосъедат». Уроженец Гротта Павел Санкович установил новый национальный рекорд в финальном заплыве чемпионата Европы по водным видам спорта на дистанции 50 метров на спине. Это достижение позволило занять спортсмену лишь шестое место. В медаль для копилки белорусов на чемпионате Европы в Берлине остаются две награды – золотая и серебряные медали. Соревнования завершатся 24 августа. В российском Челябинске 25 августа старту чемпионат мира по дзюдо. Беларусь делегировала на главный планетарный турнир девять участников, среди которых есть и представители Гродничины. В весовой категории до 73 килограмм выступят Алексей Романчик и Вадим Шока. В китайском Нанкине продолжаются вторые юношеские олимпийские игры. В полуфинале теннисного турнира в одиночном разряде белорусская Ирина Шимановича держала волевую победу над украинкой 3-6-7-6-6-2. В решающем поединке за золото игр Ирина Шиманович сыграет с китаянкой. А на этом у меня все. Болейте за наших. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok